Ребята, всем привет! Зашел до Андрея снимать вторую серию про компрессор из вазовского блока. Я уже как-то снимал, но мы его там не проверяли на профпригодность. То есть будет он работать, не будет он работать. Как оказалось, тот вариант был нерабочий из-за двигателя. Двигатель стоял там на 7 киловатт на 1500 оборотов в минуту. Он накачивал до 8 атмосфер. В принципе он работал, но он потом не мог запуститься. При давлении. Сейчас двигатель стоит тоже на 7 киловатт, только на 960 оборотов. То есть оборотов меньше, киловатты те же. Крутящий момент повысился. И теперь все запускается, ребята. Вот такая конфигурация рабочая. Блок объем 1,6 литра на 960 оборотах. Запускается без нагрузки, под нагрузкой, по-всякому. Кому интересно, я ссылку оставлю в описании на то видео. Там просто есть про конструкцию этого компрессора. Материал. Вот можете зайти посмотреть. Я просто обязан был снять продолжение. Ждал, когда Андрей что-то тут сделает, чтобы оно заработало. Стоит обратный клапан. Ты на баллон от пропана подключил для проверки? А где манометр? Это получается у нас как циклон. В манометр вот. У тебя же такой космический манометр. Давай сейчас спустим. Спускай. Полностью. Отлично. Ресивер 350 литров. Теперь, когда компрессор заработал, Андрей его будет спускать в подвал. Да я сейчас спущусь. Большой ресивер. У меня 200 литров поменьше будет. Похоже на 300 литров. И тут у него стоит маленький компрессор, который не справляется с большими объемами. На малярку еле-еле хватает этого компрессора. Вся сложность была. И вообще зачем вся вот эта заморочка с двигателем? Там на 900 оборотов. Вообще мы даже хотели на 750 оборотов поставить. Все это ради того, чтобы сохранить вот эту конфигурацию. Прямой привод. Прямой привод это очень круто. Не надо заморачиваться с ремнями. Не надо постоянно их натягивать. То есть когда техника долго работает, это такой себе небольшой геморрой. А тут прямой привод. Стоит граната. Все будет долго и счастливо работать. Целая история была с этими двигателями. Пару раз Андрюха покупал. Продавали не то, что надо. Его цель это купить низкооборотистый двигатель. Они при тех же киловаттах имеют больший крутящий момент. Ну меньше оборотов. Это естественно. Вот. И вот он много-много раз пытался купить. Пару раз даже привозил. Мы измеряем обороты. Там полторы тысячи. А другой измеряем три тысячи. Хотя говорили 750. Один купил за три тысячи. Продал за пять. Один купил, но на другом двете потерял полторы тысячи. Так, ну давай тестировать. Сейчас просто запускаем. Спущено давление. А потом попробуем под давлением запускать. Смотрим, как набирает. Сейчас. 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 часово и дерево. Скорозное число. Галя乾' наơn. Сейчас. Разremos. Удγαances. Продолжение следует... Продолжение следует... Видите? Да,да,да... 350 За сколько? За сколько? До десятки? До десятки? 8 атмосфер уже есть. 9 атмосфер уже есть. Мне кажется, до 8 атмосфер нормально. 10 атмосфер немного. Это просто тест. Тест да. 10 атмосфер. Ребята, накачала до 10 атмосфер. Это мы накачали минимум 350 литров. То есть тот ресивер может и больше. Ну и плюс вот этот. То есть тот ресивер может и больше 300 литров плюс 50 литров газовый баллон. Вот выход из компрессора через обратный клапан в этот баллон. А с баллона идет уже вниз по шлангу. Вот туда по системе. И опускается в подвал в тот ресивер большой. Накачали до 10 атмосфер. Хотя эксплуатационная у него будет до 8 атмосфер. Накачали, чтобы проверить, как будет запускаться. Так что давай сейчас попробуем. Отлично вообще! Выключает. Ну вот ребята, вы увидели все сами. Все по чесноку на 10 атмосфер очень легко запускается. Вот еще один человек, который закончил проект. Ну уже он работает. Уже осталось лоск навести. Ой, было непросто, я вам скажу. С этими двигателями, с тем же двигателем не запустился. То есть под нагрузкой вообще никак не запускался совсем. Всего лишь на 500 оборотов больше движок был при той же мощности. А этот как зверь и 10 атмосфер берет. Я думаю, он бы и 12 взял бы. Почему нет? Он как-то легко так запускается, мягко. Но не нужно, да. Тут вообще 8 атмосфер стандарт. Это мы показывали для проверки. То есть на 8 атмосфер ему еще легче будет, естественно, запускаться. И еще один момент. Здесь будет система охлаждения. Она пока что еще не подключена. Но все патрубки есть. Вот выходной патрубок, точеный на токарном станке. Где-то здесь был входной патрубок. Вот он, родной. Теперь ему предстоит разборка, покраска рамы. И потихонечку вот в эксплуатацию. Андрей готовит его под пескоструй. То есть этот компрессор хочет под пескоструй пустить. Может мы будем пескоструить алюминиевые детали и анодировать их? Вообще тогда красота будет. Воздух. Что, спускать будешь? Давай смотрим. Ну давай. Ребята, мы так раньше не делали никогда. Все для ютуба. Улетел баллон. А на восьми так не стрелял он, да? Слушай, ну это... Смотри, говорит. Хорошо я туда смотрел. Ничего нет, абсолютно. Все обошлось. Страшного ничего нет, потому что все обошлось. Народные летают, а у нас пропановские летают баллоны. Это жесть. Вот на что способны 10 атмосфер при таком диаметре. Там где-то полтора сантиметра выход. Ребята, если будут вопросы, задавайте в комментариях. Я думаю, вопросы тут почти все сняты. По крайней мере по компрессору, по технической части. Если что-то хотите обсудить, можно это сделать в комментариях. Кам было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!